Все, ребят, это через 2 минуты вы увидите от того момента, как я Стоп Стар сделал. Спасибо, Константин, СПВ, за поддержку. Сейчас я позвоню жене, и тут уже, короче, похоже, начнется матч первый. Продолжение следует... 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 Так, всё-таки к Варде прыгаем Отлично, короче, ребят А то ему не хастануть было чё-то Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Так, ну что, погнали, ребят Первая карта Импакт против креатора Надо вот так вот открыть Потому что понятно, что это креатор Вот, группа на ВЦС Можешь скинуть ссылочку Мы их посмотрим потом Вот, я пока шпью чаёчек И мне кайфово Но не очень кайфово, что ехать на сегодня Вот был бы телепорт, было бы неплохо, конечно, да? Но телепорта нету Придётся в поезде 12 часов катить в Москву мне Вот Ну всё норм, boy Так Наши рабочие атакованы А чё в твиттере? Только в твиттере? Ну, Блая, проходи мою группу, считай я А так простых, я вижу, групп совсем тут нет Так, ребятки Так, донат Донат, да, можно сдвинуть чуточку Всё, посмотрел группы Ну, Блая, хорошая группа, как по мне Ребят Первая карта Хеллрейзера тоже группа, в которой биться Может, там, ДНС, которого он выбивал В том числе присутствует Пробочка за овером Тут летит сталкер Пытается успеть всё отсюда Бежал сюда, пока овер улетал Но овер получится с люлей Но успеет ли он улететь, это вопрос открытый пока что Ай, один хп Прикиньте, лакерочек Лакеросик, ё-моё Благодаря регену только этот овер спасся Сейчас вывод делается Ну и, конечно, один хп это реально лак Просто это Ха-ля-ва Здорово всем, ребята Сегодня я в 19.30 на хвою сажусь И уже привет, Москва, короче, завтра в Москве буду То есть, завтра этот турнир я не знаю Постараюсь настроиться в клубе И сделать тестовый стрим с Варди Invitational номер 3 плей-оффа А он завтра состоится Вот Нет 12 часов у меня нет У меня время до 19.30 вообще-то То есть 5 часов 20 минут, короче У меня, чтобы телепорт разработать Если только Вот Потому что, ну Турнир под угрозу ставить нельзя Так как, если Не сесть с поезда Телепорт не разработать За время поезда Прохождения Тут печально будет Ооо, минус спорка, ребят 4 дарка приходят Они начинают закрашивать Всё здесь Почему-то не стал хату четырьмя бить Я чуть не понял Почему не стал хату бить Четырьмя дарками У нас товарищ Криэйтор Но вот Четыре дарка В итоге хату-то бьют Всё-таки И они добьют Знаете Ни одного не погибло Просто царское исполнение Потери у зерга Высочайшие И хат Самое главное Уничтожено Здесь ещё два дарка На мэне Обратите внимание А где же оверсир Пока этот медленный Оверсир долетит Тут ещё Погибнет Кимимон Два рабочих Похоже Или даже не больше Нет Третьего не получается Забрать Надо эвакуироваться Ё-моё Что призмей Кто там рулит Этот призмей Почему она Так криво летает Так Один адептер На третьей базе Нужно бы что-то сюда Варпануть А что сюда Варпануть Дарка Хоть варпанул бы Я не знаю Неужели у него Нету Да Нет варпа Ой Печаль Какая Дарк идёт На му И что ты делаешь Тупиким Куда ты Дарка Ведёшь Дарк Вообще Криво Шёл Благодарю Нексус Отменён Овер Налил Крип И всё И теперь Сбивать Нечем Его Вообще Какое Вот просто Похвалишь Похвалишь И всё Сразу Какая-то хрень Начинаем Криво Кэркулейтит по учебнику Оликса. А кто калькулировал? Овер калькулировал, сколько у него регена будет. Или насколько сталкер успеет или не успеет подойти. Так, выход пошел. У-у-у. Печаль. Будет ли Мор тут спать он? Ответ нет. Очень жаль. Мортло погиб он молодым. Но делать нечего. Пора продолжать атаку креетов, что он и пытается сделать, соответственно. Но как можно было так проморгать с чаржем дилотов, просто грейдом? Ведь он 100-100 стоит. Почему он не заказан был? Пилды пошли. Королев выносит креетов. Но у меня такое ощущение, что не хватает ему. Да, ему чуть-чуть не хватает, и импакт... побеждает, короче, в этой битве. И он побеждает в этой игре. И вот только доделался чарж, наконец-то. И тут уже катастрофа какая-то. На мэне, ровучий кишмя кишит. По боевому лет 67-26. Трехкратное преимущество зерга. Тут еще гидра с люркерденом. Это видит все прекрасно. Криэйтер, кстати. И второй роб поэтому заказывает. Так, тут попытки на мэне все еще. Нахарасить идут. Ну, ровучи есть. Они там, минеральные линии стоят. А, я думал, здесь архоны сидят. Думаю, что бы оверов не выбить, а здесь имморталы сидят там. Ну, все, на этом движение закончено. Если же дать Протсу время, а у него рабочих, как у зерга, то, может быть, он даже здесь сможет что-то вразумное сделать. Отстроить юнитов боевых и отбиться. Но Протса нет. Опа. Приходят дарки. Сначала кишкриэйтер не... Точнее, не заметил импакт. И потом заметил все-таки уверфир прямо на месте был. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус призма с четырьмя дарками. Что-то нахвалил я крейейтера, а он вообще какую-то фигню делает. Потери уже просто на 2000 больше. Уброса 6300 на 4500. Ну, и импакт идет в контратаку. Сейчас я даже покажу, как он выдвигается. Вот он выдвигается. Тут и ченджинги заходят, и сзади армия, и призма точно отвлекает, но боюсь, что ненадолго это все. Ченджинги видят абсолютно полностью, сколько армий у Протса есть. Только сейчас он их убил. Ну, и можно с двух направлений подраться. Часть юнитов вот сюда завести. Как бы стенок нет, фотонка открыта здесь стоит. Так, ну, что-то импакт начинает фигней тоже какой-то заниматься. Вот что он бегает по карте, не понимаю. Так. Ну, кстати, отдельно, смотрите, Люра в Бинжина, и отдельно вся остальная армия вместе с Люрой. А зачем-то оббиндить отдельно Люру, и у тебя вся остальная армия вместе с ней. Что ж, не понимаю. Так, идет атака. Обсервер был сбит, то есть даже если б юнитов хватало, теперь обсервера нет, а здесь и с обсом-то юнитов не хватило бы. Короче, для Протса очень плохо. ПЗР заходит прямо наверх. Люра, конечно, сливается на муве. Билды новые ставятся, фаерболит их импакт. Креатор дерется очень хорошо, разменивается здесь, но как только Люра вкопается под его здание, то уже размен от пол не получится. Здорово, Акирыч. Здорово всем. Ну что, хорошая такая первая игра получилась. Конечно, Протс что-то ошибался очень много, но на самом деле я хочу, чтобы эта группа быстрее кончилась, ведь все-таки в 19-30 поезд лучше пораньше освободиться. Я тут обнаружил, что мои кроссовки пропали, короче. Вот. кроссовки куда-то мои пропали, летние. Я так уж запарился. То ли даже... Вот. летние. Продолжение следует... 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 Я всего лишь добрый самаритянин... Смотрящий из обсерверов, ребята... Продолжение следует... 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 Ну а Пак тем временем пытается наверстать, поставить третий Нейксус, он ставит и обогнать ману экономически в перспективе Ну а мана сейчас все это заметит мероприятие, соответственно, вот он летит Нейксус видит прекрасно А мы видим, как ману как мани открывается карта этой иллюзии Ну да, мейн не долетел А мог долететь до мейна, увидеть, что гейппиток только делается Хотя у мана у самого гейппиток ставится, у него две базы а у Пака три получается Так, плюс три гейта 6 будет, а здесь сколько? Здесь тоже 6 Разработка завершена Я здесь Среди теней Я здесь Наш милон атакован Я здесь Среди теней Я здесь Среди теней Я здесь Среди теней Среди теней Так, не надо Шляпу кидать А то начнутся сейчас эксперты в части Приходить и объяснять что-нибудь там Что нам не нужно Абсолютно Слушайте, мана атакует У Пака уже рабочих больше Кстати говоря На блинке он бьется И неплохо Да, варп Прям сюда идет Мана так филды Нас тоже себе В минус, по-моему Они проходят Билды Синдрей всех Короче, забрал Пак Так, 6 Гейтов Имеется в наличии Продолжай Кстати, пуш Со стороны маны Смотрите И что-то у него Прям лимита Больше намного И плюс 1 Есть в отличии От Пака У него плюс 1 Грейт отсутствует Не, ну тут Похоже Мана обязан Продавливать Как бы Вот, пошла О, Пак На муле Тут что Архонов сливается Хорошие филды Смотрите Как Архон Хорошо здесь Стоит В этой позиции Но все равно Что-то не хватает Очень сильных Юнитов Мана понимает Что Архон Ключевой Здесь юнит У Пака Покусит его И Пак Пишет ГГ Оказалось Это все неплохо Да, для Пака Ну что Ну вот Нахрена Раскачить экономику То есть Тебя бич Ол ином Пушит Ты отогнал Все Строй юнитов Максимум Архонов Там Ты отогнал В EUigh Тебя Продолжение следует... 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 Здарова, Меркуриал Тебя тоже с праздником Как там Саня с третьего этажа Или какой Саня Да нормально все вроде Саня Так, ну тут иллюзия Все стандартно, как и в предыдущих Играх примерно происходит Только Мана в этот раз делает пуш На сталкеров с призмой Опять же с робот Но без иммортала Мне вот эти пуши, когда есть робот без иммортала У него очень не нравится, честно Пока уже есть иммортал Смотрите, у него сейчас тоже призма будет То есть он может контролить просто на эту призму Спокойно абсолютно все Есть филды Ну я бы на месте пака бы Еще бы, конечно, има бы одного заказал Что он, собственно говоря, и делает У Мана дофига Сталкеров 12 штук Здесь, конечно же, меньше Пака намного Но филдами можно оттеснить немножечко Ё-моё, куда ж ты, пак, творишь-то Что ж ты делаешь Как ужасно пак сконтролил Филды ублоткие просто Здесь надо было филды ставить Чтобы, ну, уровень, а не два филда Чтоб армию разделить Чтоб она там по отдельности, получается, заходила Ну, минус пилон, минус два гейта Сейчас еще один иммортал будет Ну, кстати, у пака все еще есть даже шанс Самое удивительное с иммортал мне что-то предпринять Пытается мана и мату забреть Но не получится у него ничего забреть Паку достаточно выдержать Здесь прессинг, как бы И он может попытаться здесь отбиться Филдов, кстати, нет Я не знаю, что пак боится Филдов нет Можно вниз спуститься, как бы, и попытаться Ну, теперь уже будут филды И теперь уже без шансов, вообще Да, сочти, похоже, это минус пак Потому что здесь нектос пошел Хорошо, мана реализует тут все Так, какое пое Что за пое вообще, о чем речь Что за пое вообще Что за пое вообще, о чем речь Что-то предпринять у нас Я смотрю, пак С имморталами тут что-то поделать Вижу, робо-бей, дестабилизатор Пошел Здесь старгейт Два иммортала уже у маны есть Кстати, есть не единичка у пака Получается Он попытается ТП что-то туда, рабочим, я так понимаю Опа А что происходит, что сразу-то было не сбить его А не собьет, как-то не Ну, пак, ему даже такую ситуацию взял об серверу Пустил мертвец, емою Хорошо, прилетело по центре Надо было, конечно, в центре сажать туда, а не зилотов Ну, в итоге, пак спускается вниз Надо бы ТП шнуть отсюда часть рабочих Может, прям с минеральной линии, на самом деле, было это бы сделать Пак решил, что ТП не будет тратить Ё-моё, какой же долгий перевод Перевел бы с ТП, блин, просто и всё Ну, вот единственная надежда пака, конечно, на дестабилизаторах Сейчас я другой надежды вообще не вижу никакой Если честно Ну, он всего один здесь в атаке Вот второй едет и третий в заказе А у Майн и Феникса эти стабилизаторы не помогут вообще Так, ну, неплохой залп, но Фениксы прилетели, сбривают Шли пилды там и там Ещё один стабилизатор поднят Короче, тут чё-то упак, всё плохо, всё равно Дестабилизатор в воздухе висит В Фениксах не получается Сбрить, надо пытаться было фокусить А кто с армией с этой драться будет Кстати, лимиты почти одинаковые, но у Маны больше Лимита, кстати, рабочих меньше при этом Всё, ему пака ведь Нексус есть Ему можно отступить, попытаться вообще Слава Далаамам! Тупай, уходи! Тупай, уходи! Мана обнаружил, увидите, Нексус на 9 пришёл, убил просто Тремя филдами можно натуральный армию разделить Ну а Вердос мог бы пройти на ВЦС А браток бы мог быть чемпионом Близкона Если бы туда прошёл, тоже могло бы быть Также и с этими филдами Не получилось у него ничего этого сделать, к сожалению Так Это, походу, говнобот какой-то Судя по аккаунту, выпилим нафиг О! 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 Продолжение следует... 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 Первая карта, ребят, мана против Кина. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а здесь стандартная, соответственно... Газбара, Крипер, Цехфактурка, 600 пин, кин говорит. У меня 147, стандартная абсолютно для американского сервера, как бы пин. Игра возобновлена. На наши зонды напали. Слава Галама! Так, ну всё, возобновляется игра. Что там у нас? Всё, вроде пока пофиксилось. Не знаю, какой там у Кина пинг в итоге. Он после репера вообще на центре. Ассулс тут патрулирует, а дед вперёд идёт. Та хидиоцент, а он прокси! О, прошпочели он прокси ищет, как бы и найдёт ли он что-нибудь здесь какой-нибудь прокси. Я вот не знаю даже, если честно, ребята. Такс. Тут Старпорт плюс ещё барак стандартная абсолютно, что здесь композиция такая в плане билда, в плане зданий. Мана плюс два гейтаза, уже абсолютно стандартная. С этой стороны так ставить, вот сделать выход какой-нибудь с танками и билы сюда, разложиться. И хрен тут отобьёт просто, короче, всё с ХГ. Второй пилон, то есть на второй базе, что Twilight вынужден здесь мана ставить. Ну тут разницы большой нет, где он будет стоять. Далее. О, не ударлюсь! Так, ну что же. Ещё тут медивак летает. Куда он этот медивак ещё летал? Он на разведку какую-то, похоже, летал. Здесь, блин, третий Нексус-робот. То есть мана пассивно действует. Два гитара здесь стоит. Я вижу, Кин выход какой-то делает. Ну, что это за выход? Это выход с Мариками. Мариков как-то немного пока. Пакта на реакторе. Как-то интересный у Кинобилд. Два барака. Пакта работает на реакторе. Минки строятся. И реактор на Старкорте подъехал. Здесь выход Марики. Плюс два медивака до стимпака. Ещё 30 секунд. Это не так уж мало, на самом деле. И треть ССФ пошла. Ну, туретками вроде тоже всё прикрыто. Плюс один. Я вам не успеваю здесь доделаться. Плюс два медивака. Так, Марики стимятся, короче. Начинается контроль. Ещё один стимпак пошёл. Ну, тут ревелэйшн улетает. Просто Кин в испуге. Ну и правильно, здесь ему нечего ловить. Вот он перегруппировался. С другого направления собирается поддавить. Прямо под актервером разгружается маны. Ну и Марики, ведь щиток и щиты-то будут. Щиток и через там 30 секунд готовы тоже. Поэтому нужно ли туда вообще лезть ему? По-моему, это абсолютно не нужно делать. Здесь минка, кстати, как-то там бомбанула. Ну, эта минка будет, конечно, уничтожена. Даже не знаю, зачем ревелэйшн. Ну, хотя ревелэйшн на Мариков просто, на минку-то он не нужен был. Как-то здесь об сервер висел. Корабочный 55-51. Ну, Кин и треть цеха добываться начала, как бы. Он не теряет ничего. То есть ему можно копиться. Сейчас щиты доделаются. Уже 5 бараков начнет работать. Стоят они, конечно, убогенько. Тяжело будет между базами передвигаться. Ну, так, минки дроп. Три рабочих уничтожил. Из чего он делался этот дроп? А вот висит медивак с тремя мариками. Все ясно. Четвертая некс. Тут Кин бегает, контролит, не дает заказать мане. Спокойный он. Ну, маны плюс 2 гейта. 8 будет. 1-1 грейды. И сейчас 2-2 закажет по грейдам. Апередит получается он кинок. Но пока все выглядит неплохо и для маны. Хотя и у кинок все хорошо. Тоже лимит достаточно много. Решит ближайшее столкновение. То есть, если просто ло победит, то ситуация изменится. Из тирана какие-то дропы будут делать удачные и неудачные. Тоже все изменится. Кинут что-то не любят. Он об сервер разбивать, смотрю, совсем. Зато достаточно ранее плюс 2 хочет сделать. Заказать, точнее, грейды. То есть, тут 3 медивака будут. То есть, можно будет что? Можно будет просто разгрузиться всеми. И получится, мне кажется, очень даже ничего. Так, мародеры-марики дропаются. Минки копаются. Их 3 штуки, кстати. Здесь по зилу там прилетает. Очень неплохо, я вам скажу. По пробкам минус 7 пробок минус. В это время атака в лоб идет. Здесь колосс. Есть плюс сталкеры. Тут надо сваливать. Тут кину четко отсюда. Кстати, вот этот головой-то дроп 10 на самом деле нормально. Дамага нанес еще и колоссу. Уничтожил кин. Мана здесь не справляется с обороной. В итоге ситуация по лимиту абсолютно катастрофическая для процесса. 100 на 160 фактически лимита. Это, несмотря на 2-2 апгрейды, это печаль. Еще и минка закадешилась. Тут кусьмана. Оп. Ну хорошо, хоть и вернулся. Развел ее. Еще и рабочий 14 мана слил на вот этой карманной базе. Плюс там все стояло. Рабочие не добывали. Рабочие еще там тупили, понятное дело. Ну сейчас кин соберется и, похоже, будет добивать. Так, плюс 2 астаркорта. Здесь еще интересный момент. Будут ли на некие-то реакторы делаться или что-то, не знаю. Или просто... А вот один реактор полетел, а второй на лабу, да. То есть можно ревенков добавить. Можно добавить там грейды либераторам. Рейндж там какой-нибудь. Так, вторая броня. 2-2 на пехот. Чуть заказал, атаку отменил. Опять заказал, но ущерб не хотел броне, видимо. Поменял местами апгрейды, получается. Ну, из-за этого в тайминге потерял несколько секунд. Ну, не страшно тоже. Это абсолютно для кина. Ху! А что вообще нет? Так, а здесь троп. Интересно, а мейн идет? Кин видит, что ТП идет? Что ты делаешь-то, кин? Тиранов не понимаю. Видно же это... Видно же, как бы, анимация телепорта просто всегда. Ну, тут просто на карманную базу столько всего прилетело. Я в шоке вообще. И минок, и всего-всего. Нексус точно упадет. Манок еще идет отбиваться, но толку-то он здесь ничего не отобьет уже этот пак. Ай, забыли бедного мародера. Побежал он и развалился. Здесь в другом направлении. Иксус треть, конечно, но... Хорошо, мана разминировал. Я думал, сейчас он сейчас анблинкнется, как бы, по уму все сделает. Но нет, затерпел. На минках еще. Ту-два-два! Атака на воздух, как бы, сейчас мана 3-3 не делает. Экономика просела. Как бы, теперь ему и не заказать-то 3-3 особо. Они ему не нужны. У него ресурсов нет просто. И у него нет армии. Ту-два-два-два. Ту-два-два. Так, ну что же. Пошла битва, ребятки. Сплетится кин. Дестабилизатор, конечно, неплохо стрельнули. Ну все, под минус броней у Протса. Прям множество юнитов находится сейчас. Ну все, пилогов больше нет. Здесь, конечно, благодаря позиции Протса только удается сдерживать пока тирана. Но это ненадолго похоже. Потому что здесь тирана слишком много. Он заходит с ХГ наверх уже. Ну как-то отступитель. Или, я не знаю, фугасов нет очень плохо, кстати. Ну кина. Хорошо, дестабилизаторы, конечно, бомбят. И сейчас мане удастся хоть чуток продержаться. У него есть шанс минимальный. Ну кина, что-то слишком все хорошо. И планетарка уже там пошла. И третья атака делается. Четвертая база. Имеется в виду планетарка. Она четвертая. Продолжение следует... Так, отступил тут у нас назад, получается. Пауза. Вот скин. ПП. Вот вам и ПП. Сори, гу-гу, гу-гу. Поехали, чё. Игра возобновлена. Начинает варить игру. Три-три. Заказал мана. Слушайте, 125, 155. Чудо, мана тут ожил в этой игре. Я просто поражен. Благодаря тому, что вот этой битве крутой на рампе. Залпом дестабилизаторов. Там и так далее, и так далее, и так далее. Пробочек восстановил всех практически. Но... И на все равно 170 лимит. И, кстати, есть ли ренч либератором? Нет, ренч отсутствует. Но третья атака доделилась. Сейчас броня вторая, третья подъедет. Вот и ренч либератором заказан. По 5 юнитов может он строить из старпортов. То есть это по 5 либераторов можно. Либо вот как сейчас именно кин делает. Он 4 строит реактором либератора, а в лабе делает ревенов. Чтобы больше минус брони, больше инвазивных матриц, больше вот таких вот было бы моментов. Так, либерок прилетел. И заблочил, смотрите, карманную базу. То есть сейчас нужно придется ждать феникса. Флитбикон на старпорт. Да, то есть это попытка выйти в темпстов получается. Либератор минус. Вот если мана сейчас продержится несколько минут, а делает 3-3, увеличит лимит весь как бы свой. Хоть немного. У меня что-то сомнения очень большие, потому что здесь либераторы на второй атаке и сейчас на ренже будут как бы что с ними делать. Непонятно. Но их как бы 7 штук. Не так уж прям много. Ага. То есть в карман с либераторами. Ну это дичь. Это мана идет непонятно куда в размен. О, ТП домой мана делает. Вот так тащить, да? И так на самом деле бесславно. Просто далее отдаться. Говорит, а здесь мана сколько улову отдаст. Хотя, хотя, смотрите, либераторов сейчас собьет, а и он собьет их. Еще шансы есть. Учет на му и уходит. Ну это неприемлемые потери для маны. Во-первых, 18 пробок. Во-вторых, экономика... Во-вторых, армия большая часть погибла. То есть, ну... Не знаю, надо развешивать правильно апсерверов. То есть надо здесь что-то было держать от дропа. Уже второй раз туда гигантский дроп прилетел, и ман не готов к нему. ГГ, ман, напишет, приунул. Там опять дропчик подъехал. Кстати, по-моему, в кармане. Так, ну что, наверное, вторая карта нам нужна, получается. Так, ну что, так, ну что, Так, ну ждем вторую карту. 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 Так, ну ждем. Погнали, ребят. Так, ну ждем. Так, ну ждем. Так, ну ждем. Так, ну ждем вторую карту. Так, секундочку. Так, ну ждем вторую карту. Так, ну ждем. Так, ну ждем вторую карту. 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 Так, ну ждем вторую карту, и все остальное карту. Так, ну ждем вторую карта. это следующее будет, конечно, ясно. Кстати, у нас количество игр не снизится, получается, потому что у нас по две одновременно идут вообще. Просто с импактом не будет игр, остальные-то будут все. А, с каскадами клануар. Понятно. Так, пилю рекламу, помните, про глотики, подписывайтесь на время, поддержите мой канал. Захожу на корейский сервер, сегодня уже показывал, блин, боюсь, опс что-то подвисает сегодня. О, даже не завис. Видимо, надо аккуратнее кликать вот это завтра. Ой, не завтра, это группа... А, погодите. А, то есть это даты групп получаются, нифига себе, короче. Ну, так, то есть у нас получается хеллрейзера мы не сможем посмотреть, к сожалению. У нас турнир будет клан. Блин, а чё, как это мы так сделали-то? Ну, это было неизвестно, какие даты там будут. Короче, хеллрейзера группа, в которой можно биться. Это группа УВЦ с челленджера. Штайм Хиромарин ДНС ДНС убивал, Штайм, он тоже ПВП побладаться можно. У Хиромарина, не знаю, как бы, кухол резерак с ПВТ, но он, я думаю, норм. Ну, Аблая успеем посмотреть точно, как бы, я не знаю, может быть, даже я вернуться успею. Вот. Тоже группу можно, Сиралок тяжеловато одолеть, но Птидрога-то Старбак и можно. Так, что будем болеть, будем смотреть по возможности. Вот такие вот дела. Бля. Короче, ты видишь, ой, этот. Весни Топс, ребятка, сцены переключающие, извиняюсь, больше не буду переключать. Есть. Продолжение следует... 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 Так, здесь у нас... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ловушки идет выбивать у нас Пак стал ловушки Повыбивал Сравнялись Ну тут четвертый не эксус у креатора Лимита больше Грейдики плюс два почти одновременно заказ Здесь два оракула висят еще у креатора Угрожают мейну пака Здесь, кстати, штормовик Который может зафитбэчить И одного, и второго легко достаточно Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот креатор сам не дает При этом всем паку четвертую заказать Тут как бы вроде пак пока жив Но перспективы у него очень Такие удручающие в этой игре Так, успел До фидбэка стазис поставить пак Поэтому оракул не погиб Тут еще зелку в даварп идет Все, короче, нормально здесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, что-то ломает камни креатор Короче, медленно такая атака намечается Сейчас на пака Камни не знаю, для чего ему ломать Но чтобы быстрее двигаться по центру Как бы получается Ну, что-то тупеж идет Архоны-то пройти не могут Через эти квадраты Здесь, видимо, тут же камни будут Сейчас уничтожены Ну, это можно быстрее будет перемещаться С другой стороны Куда перемещаться? Сюда, снизу атаковать Через эту рамку Но вряд ли так будет делать у нас креатор Он идет на 9 часов получается И собирается проатаковать Пошла атака Иммортл в 4 в 2, соответственно Так, на стазис И будет креатор оттягивать? Не, он не оттягивается на стазис Соракулу, мне кажется, деможем бы больше От них толку было простым Чем вот эти ловушки Ну, слишком решают иммортлы креатор Скость 36-96 по лимиту Здесь у нас все, ребятки Не, плюс-минус Ждем гг от пака Ловить здесь нечего дальше вообще Будет дальше креатор заходить Да, заходит дальше Он чуть не рискнул прям урываться туда Так, ну падает дун Прикольно, на колде, кстати Сейчас так встал у нас креатор Стазис на ловушечку тут заставил сработать Нархоном своим Вот у Нархона один заморозился Вне боя Все, пошла атака Ломится креатор вперед Фак дал бой Ну, тут слишком мало боевого И у него какой тут вообще бой, толку нет Принг Субтитры создавал DimaTorzok Так, прыгаем в игру, вторая карта нам нужна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что же... Пак Криэйтер, ребят, Криэйтер 1-0 повел. Ну а ожидаемо, кореец все-таки не самый сильный, конечно же, в группе здесь. Посмотрим, кто выйдет. Посмотрим, кто выйдет. Пока что очень мало протца в плей-оффе. А именно всего лишь один. Но, учитывая, что импакт вылетел, учитывая, что импакт все, он сдался, то точно будет еще один протца. Видимо, у нас состав будет, скорее всего, три тирана и один протц, скажем, вот. Ну если Кин, Кинману одолел, как вы помните, с импактом у него поражение, то есть техническое, с Криэйтера, Кин одолеет и... Пак, а то он тоже может выйти потом. Так, ну а я рекламку пильну. Помните про блоги, подписывайтесь на время, не забирайте поддерживать меня мой канал. Сегодня в 19.30 в Москву я стартую, ребята. Ну вот. Чуть на меня сонность как-то напала. Сейчас прям столько чая попил. Чай-то вообще остался. Ни хера не осталось у меня. Ай, жаль. Ай, жаль. Так, два сталкера против двух сталкеров. Встретится сейчас за кустов такой. Криэйтер выходит и первому наносит удар, он побеждает здесь, смотрите. А чё вот он кайтить не стал дальше, блин? Ну чё ему мешало, а не отпустить того сталкера? Ну один точно не жилец, как я вижу. На повороте сейчас его кач, на повороте подсечку ему дали. Выстрелил. Прогнал в итоге 3 в 2. Куда ж ты лезешь-то, балбик ты, ёма нафиг ты? Нет бы драться нормально. Давайте хп просрём. А, ну тут адепты заходят. Я думал, там ещё плюс два сталкера от крейтера идут вперёд. И сейчас, ну, можно будет как бы четырьмя в 3 подраться. Но тут адепты, поэтому нельзя было в 4-мя в 3 подраться. Кстати, опаааа. Четвёртый гейт на лоу-граунд. Слушайте, это 4 гейт-пуш. А как быть, получается? Так, заходит ведь сюда на мейн. Ну, 3 пробки он точно подрежет четвёртую, я не уверен. Потому что, да ты, можно пробкой было бы сейчас газ сесть, и её бы фокус сбился. А ведь газ никто не добывал в этот момент, по ходу дела. Так, залетает Арахл. Вот здесь батарейка есть, но... Рэнч-то её только получается... Как, блин, почему нельзя рэнч посмотреть? Там рэнч получается, гейты будут отмен... О-о-о-о! Вот это катастрофа для пака, конечно. Отменён гейт. Отменён пилон на гейте. Надо восстанавливать сейчас. У крейтера уже грелочка. У крейтера батарейка есть вторая, заказана. Ай-яй-яй, какой я проморгал стазис, который смог заблокировать. Смотрите, добыча. 100 минералов на 900 просто у крейтера, ну, пака полностью заблочена. Добыча там, в общем-то. Так, пошла атака, грелочка на разогреве здесь. Г-г, обычный пак. Изи для крейтера вообще. Изи для крейтера. Ну что же, надо крейтера получать скин сейчас будет матч. Да, да, так оно и есть. Должен быть матч крейтера кин. Должен быть матч крейтером. Должен быть матч крейтером. Должен быть матч крейтером. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну всё, я вроде в игре, отлично ДимаTorzok 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 CreatorKind ПВТ у нас дали Impact у нас всё, наверное, у него что-то плохо с интернетом, короче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, шел твайлайт 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 это хорошо, конечно Так, пробочек пару переводят, сюда добычу На втором некрасиве начинается на ближние минералы Пробки сейчас приехали, сразу же Упы сюда кинуем Молодец, Creator Переправляет пробок, начинает добычу На разных минералах Это грамотно Если у тебя вначале хватает контроля То нужно, естественно, вот какая вторая база открывается Нужно сначала занять раз, два, три, четыре То есть ближние самые минералы Вот, но Ну и потом все остальные Ну и желательно ставить точку сбора Я обычно, если играл Ну просто элементарно Вы ближние заняли минералы А потом точку сбора с этого них сюда ставить Они сами тут на Сюда в это тыкаются Сюда переезжают Там и так далее А с этого у них все сюда С разных сторон они как бы Лучше заполняют Лучше рабочие Ну и здесь полноценная стенка Так, скрываются гиты Идет варт на мэн Все, три гита заработало Плюс три сталкера Блин, густа Один здесь в рампе стоит Блокирует Ну а здесь дроп двух минок идет Рипер мим пролетает Кстати, отвлек Отвлек сталкером Тут медивайк в итоге облетает Вокруг нексус Палил прям заказ нексуса кин Ну и у креатора Например, на второй базе Ничего вообще нет Абсолютно как бы против минок Нет ни одного юнита Все будет зависеть от его реакции Вот сейчас минки Так А что он летает туда-сюда? Оп, реакция хорошая Достаточно таки была Не ту минку фокусит В итоге креатор Ну, в итоге Переблинку садам Минимальная Абсолютно Тиран Одну пробку У-у-у Одну пробку Убил всего И потерял Соответственно Медивак Рипера И две минки То есть На пятихатку Потерял На 50 Убил В 10 раз меньше Это катастрофа Я бы сказал Экономическая Тут Такая Прям Так Вердос Какое распределение Что, призового фонда Тимидж ввиду будет? Призового будет Распределение 35 20 10 5 По-моему Так мы с Илёху Условились Вот так Девайсы Пока Я даже не знаю Завтра Там с ним решим Уже так Как я приеду Вот Ну и за первое место Три грамоты Будут По девайсам Там видно Будет Также Хорошие новости Хочу сообщить Что ФКС Там Человек из ФКС С нами Ушел на связь Терез Мишу Майкера Обещал Может даже Прийти туда Не знаю Может быть В будущем Турнира Запилить Получится Не знаю Вот Ну и Придет Поговорим С ним Пообщаемся Ну и Короче Он там Выделил Еще Несколько Средств Немножечко Средств Вот И Сначала Мы думали С Илюх Призовую Увеличить Потом Илюха Договорился С человеком Что Компьютеров Не с 30 До 40 Будет Количество Увеличено То есть Ну если Будет 40 человек То Всем Хватит Компов И даже Если Проиграешь Что Можно Будет Посидеть Там Потыкаться Там По фану Поиграть Как бы Друг с Другом Вот Если Больше То Будет Менять Вообще И Хорошие Филдыкин Пытается Давить Че То У него Не Получается Наш Пилон Атак Жизнь Так Ну Кто В минах Видите Аксержев Не мешало бы Сбить Аксержев Падает В это время Четыре Зилка От Крейтера Кинвурс Прилетает На мейн Начинают Палькушать Очень активно Рабочих И Че То У Кинвурс Плохо Резко Становится Если Он Сейчас Не Проатакует Если Успешно То Ничего Не Не Выйдет Но Он Не Может Успешно Проатаковать Здесь Просто Отбивает Спокойно Абсолютно А здесь Зилы Просто Унизили Все Минус Марик Минус Минки Ужасные Кочи Потери По потерям 3700 На 1300 Не в пользу Тирана Ну Жду Атаки Откина И Хотя Здесь Треться Цеха И С другой Стороны Но На 20 Рабочих Меньше Сейчас Они Все Были Потеряны Здесь Уже 2-2 Будет А здесь Только Доделывается Броня Первая То есть Армора Нет И Короче Сейчас Кин Атака Захлебывается То Это Все Она Захлебывается Скорее Всего Вот Не Насчет Разрядов В этот раз То Точно Никаких Разрядов Я думаю Не будет Ну Поговорим Может быть Следующий Капитурик Если запилен Может Разряды Будут Не знаю Приятно Что Стоит ПК Обратили На это Все Дело Внимание К Может Быть Посмотрят И они Что-то По Старкрафту Запилить Я смотрю ПКС Вообще По Старику Ничего Не делают По каким-то Дисциплинам Более популярным Но Старкрафт Крутая Дисциплина Столько Молодых Игроков У нас Надо Что-то Делать Надо Что-то Пилить Так 130 145 Все 22 На 11 В пользу Просто По апгрейдам Это Очень Лопа Естественно Для Кина Но Он Продолжает Попытки Продавить Либератора Будем Сюда Хоть Парочку Микс Позицию Выигрывать Нормально Так Эммор Тут чудом Выжил По минкам Сделки Сзади Бегают На минках Конечно Нагребали Ну А что делать Вообще По минкам Продолжение следует... Ну, тут уже креатор к активным действиям перешёл. 3-3 грейды делаются. У Кина даже 2-2 не заказано. Вот он, наконец, Тармаре заказал, а то у Клау 2-ая инженерка пошла. Ну, то есть, в итоге мы будем иметь 3-3 проц, потому что уже через минуту будет атака третья, через пару минут будет броня. Даже не через пару, меньше. Если бустанёт ещё при этом всём их хоть немного креатор, то ещё быстрее. Кстати, бусты тратит креатор, молодец, всё очень хорошо. Так, ну, что-то бустануло атаку вместо брони, но будет 3-2. Раньше как бы это хорошо. В это время на третьей базе Зила тут же пальтошит рабочих. 6 минус. Креатор заходит ко второй базе сбуху здесь. Ну, либератор уже как разложен, и всё нормально. Минус минка. Надо заходить дальше, как бы минки больше нет. Здесь ещё одна, правда, есть в наличии рядом прям. Зила-то прыгает, минку подрезает, идут дальше. Пошли штормы. Либераторы сливаются. Они даже вообще ничего не прикрывают. И сюда-то куда либератор разложен? Он вообще не стрельнул ни разу, по-моему, в бою. Сейчас только начал стрелять. ГГ просто в мясо, Карачкина. Уничтожает креатор. Здесь нужна вторая карта нам срочно. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот с этой стороны можно вот так вот сюда залететь и потом вниз вот так вот пролететь, и туретка доставать не будут, например. Так, адепт спалил минки, но ценой своей жизни это было сделано, потому что на одну минку зашел сюда дальше и был уничтожен. Неприятный абсолютно какой-то момент. Продолжение следует... Так, тропчик на мейн хороший идет. Минка делает запуск кэш креатора. Пять рабочих потерял, но отбился в целом более-менее. Но в этот раз нет преимуществ по апгрейдам вообще у креатора. И по экономике что-то 71 ксм на 61 пробку. То есть у Кина все замечательно в этой игре. Как грейды кто начнет делать, это вот вопрос пока открытый, конечно. Ну, Феникс здесь на мариках терпит, да ё-моё, можно было срезать вообще. Опять дробь в карман, здесь стадис, кстати, есть, опять же, получается. Дробь пока не теряет креатор здесь, но... Сейчас вот уже начал терять два медивака. Подрезает креатор, кину, летал. 2-2 кину, кстати, заказал апгрейды. Это уже плохо раньше, чем у Продса, то, что Тиран 2-2 заказал. Минус несколько фениксов. Минус два феникса, по-моему, сейчас только что было. Да, два погибло, по-моему, оба только что. На мэне опять же либератор прилетел. Опять рабочих понапрягал, да ё-моё. Колоссы без рейнджа, я только первый готов. Этого ещё очень плохо. Кин может сравнять счёт. Но это плохо для Продса, всё, естественно, что происходило, я имел в виду. Вот, ну сейчас и Кин сравняет, счёт будет. Третья карта у нас получается. Ну, потом последний матч на сегодня будет. Там будет выбор, я так понимаю, либо Пак Кин, либо Креатор Ман. А я думаю, Пак Кин поинтереснее будет, скорее всего. Здесь у нас минус призма. Непонятно, что лично для меня делает Креатор. Вот, вообще непонятно. Куда он, чё он творит вообще. Опять дробь в карман тут пропёр неплохой. Медиваку уже не поймать. И, кстати, колоссы-то без дальности до сих пор. Я не понимаю, почему они без дальности. Здесь 170 лимит, четвёртая цеха, плюс бараки пошли. Всё, марики разморозились. Семь пробок погибло опять. То есть, 33 пробки уже всю игру Продс потерял. Смотря на это, потеря у Тирана выше, но он Продса, блин, держит в узде, что называется. И не даёт ему развиться просто нормально. Ну, вот как основной выход будет, Тирановский, вообще, развиваться? Хорошо или нет, я тоже предлюдаю. Это вопрос, конечно, да. Ну, вот так. Так, ну тут фениксы чё-то летают рядом, там контролят. Полетели наверх сейчас. Тут либератора одного можно зашатать. 165 на 190. Есть призма, которую можно в тыл залететь. Здесь всё туретками прикрыто, иначе четвёртый планетарка. Поэтому очень тяжело что-либо будет сделать. Всё-таки креатор решил ренч-колоссом, кстати, доделать. Ренч-колоссом имеется. Теперь уже призма чудом пролетает на мейн, но... Надо было дальше лететь вот так вот. Не видел этой туретки у нас креатор, оказалось. И в итоге всё отдано, к сожалению, было. Ну, здесь дров в карманы. О-о-о-о-о, с либераторами, да. Котлетки с пюрешкой. Дров с либераторами, да. Это гагенчик Протсу, скорее всего. Я не думаю, что здесь есть какие-то шансы малейшие на успешный исход. Сейчас Аплайблок будет уже скоро. Отключен Нексус Гейты. База целая уничтожена. В контратаке можно, конечно, попытаться восстановить, получается, равновесие в игре. Но уже не восстановить здесь ничего, потому что здесь слишком мало юнитов в этой контратаке. А дроп-то был гигантский. Он продолжает здесь всё шатать. Даже Штармы не спасут. Здесь слишком много либераторов. Они просто всё разгромили. Ждём ГГ. Ждём ГГ. И третья карта решающая. И третья карта решающая. И третья карта решающая. И третья карта решающая. Продолжение следует... 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 Так, минус КСМ-ка какая-то там была. Рипер тем временем проскочил, пока КСМ-очка там уничтожалась на мейн и наказал за пробку, за убитую КСМ-ку. Но Рипер уже никуда не денется, ребята. И адепты его приняли, но кажется, Старгейт был спален. Да, спалил Старгейт. И ставят инженерку, он таймингу, соответственно, то есть будут туретки. А, погодите, какую таймингу это? Это здесь не отменена инженерка просто минеральная. Я думал, что он сейчас там таймингу будет строить под Араку. Не, нифига не делает, циклонов делает. Два гелича вперед идут, кстати. Надо подождать, пока оттуда адепты улетят просто сейчас. И пытаться на халяву сюда ворваться геликами. Это было бы прекрасный шанс для Кина. Ну вот, он подождал. Все, сейчас геличами можно ехать вперед. Спокойно просто смотреть на тайминг. Не спешит это Кинг делать все. Ну, сейчас решил, что уже пора. И действительно пора. Нет юнитов вообще там. А здесь два циклона и адепт так. Адепт, если чем встретить... Ой, гелики начинают здесь шуршать жестко. А не дэмэш на ночь, конечно, жестко прям. Четыре пробки и минус. Сплитка же имеет место быть, но... Тут сплит не поможет, только сплит. Еще две пробки. И мы снова ехать, потому что Паракул потратил энергию свою и все. Что и пытается сделать Кин. Пять, четыре, три, два, один. Все, хорошая энергия кончилась. Кин это видит, разворачивает. Поехал опять вперед. Три циклона Ашаракула здесь прогоняет. Суммарно их четыре. Еще один делает. Кстати, и Свич Бью уйдет. Но четырьмя циклонами можно прям великолепно заехать. А Ракул, который просто ничего не может сделать. Он статический наблюдатель, летая здесь смотрит. Энергии нет даже на то, чтобы на секунду рубить дэмэша. За секунду-то еще и не погиб в АГЕЛе. Четыре пробки и минус ну-то еще получается. Так, склоны приезжают. Их аж четыре штуки. Сталкеров покутить надо. Конечно, Сталкер одного запокутил. Так, одного выпилил. А сразу же одного выпилил Оракула. Продолжается движение. Продолжается напряжометр здесь. Адепт выпиливает. Сталкеры пока что там не под ударом. Ну и Сталкеры могут оказаться под ударом. Куда же ты едешь-то, циклончик? Куда же ты контролишь-то там? Товарищ критин. 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 подъездом. Ну, 7 ксм вжог сейчас, конечно, кину, креатор, ребят, но... И рабочих у него на 10 больше, но боевого-то на 25 больше у Кина. У него грейт на атаку есть, у креатора ещё только через там 15 секунд будет. А атака уже здесь практически... О, я её 5 циклонов, минки плюс био здесь. Ну нет, атака-то точно успеет у креатора доделаться. Но я что-то сомневаюсь, что сталкерам получится сдержать вообще этот прессинг. Как же без данных, если креатор СН3 своих сейчас всех залил. Это было очень печально, бля. Похоже, что тиран победитель в этой игре. Циклоны до сих пор тут поливают, просто невероятно. Весь прирост туда двигается, тут бас решил кинуть, продавить. Креатор у него получилось. Да, дисталкеров достаточно много, да, у них есть блинк, но боюсь, что здесь уже никак не вылежит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ждем гагенщика 35-74 по боевому. Да, вышел Эммортал с тремя зилотами, но он не перевернет уже ничего здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что надо посмотреть ТВП. Продолжение следует... 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 Рукси, Риппер, так, а здесь Дилот второй, так, Дилот второй Гейт Кибернет, ничего себе Перестраивается здесь резко Пак Под Риппера, соответственно Риппер через 12 секунд будет Кибернет тоже примерно так доделается Так, а что Вот это-то не надо выбить А, решил вообще мимо пойти Кстати, интересно, что мимо решил Пойти, то есть сейчас Дилот просто ушел И он сейчас будет ломать Там вообще лицо Всему-всему Может здесь вообще батарейку поставить Имеет смысл, как бы Было бы, по-моему, прикольно сейчас Слушайте, может сейчас пак таким образом И выиграть игру, как мне кажется Так, уроку Можно было отвести, вторая минус Куча херня, батарейка Заказана, но Дилот-то почти что Пришел Что делает еще пак Сталкера не с той стороны заводит Вообще, прям смотреть больно Мне вот на то, что пак делает Сейчас, ну надо же, блин, контролить Так, пришел Дилот, он ломает кабину Всем уже здесь И, ребят, факта не факт Что доделать Что он делает, вообще не понятно Убогий контроль, а Можно было факту Не дать достроить Можно было просто здесь дико напрягать Дилот-то надо обязательно Отвести, не отдать его ни в коем случае На КСМках, иначе будет беда Сталкер, потому что уже пришли Можно еще одну батарейку Даже здесь заказать Как мне кажется, было бы Рипер продолжает Шатать рабочих Ну, сталкер готов ему Дать отпор Здесь еще пилоны Еще одна, третья батарейка уже пошла Так, а что у нас циклон-то будет здесь? Да, готов циклон С вычинкой будет циклон Сейчас, соответственно Надо рабочих убивать-то Из циклона не пробить Батарейки-то все-таки две Хорошо, вы чините Слушайте, похоже, что пак Здесь выпиливает Тут чуть-чуть оппонент Вот, три уже сталкера Плюс дилы сюда пришлись Пробьет или нет? Не пробивает циклона пак что-то Надо рабочих было шатать И не париться, да Как и до этого, собственно говоря, он делал Еще один циклон вышел Так Ну, тут не гагать Потому что здесь Я смотрю, что Два циклона И экономика-то там тоже Одна база просто Прирост где-то был Непонятно где его в итоге Заказываешь старгейт Но В общем-то Нужно было Не фокусить циклон А фокусить рабочих Там пробками Вот этими Не пробками, а сталкерами И там, мне кажется, ситуация Лучше бы значительно была бы У пака здесь В итоге он потерял здесь Тех юнитов своих Но хоть и рипера уничтожил И по рабочим более-менее Так на самом деле Ситуация Стала Так, сталкера и бункер Сейчас убьют Надо занимать Никс кожу быстрее Иначе все плохо будет Так Старгурса цехи нет Никсус-то будет? Не Чуть не пойму Минералы есть Как бы А вот только сейчас Выводит Парк В трубку Нужно было уже Никсу закачивать Он минут Ну секунд 20 Уже точно бы строился А то и больше Выводит Опа Четыре циклона Против пяти сталкеров Здесь бой идет А Рафул сныкался Прикольно Не получил Он тут дамага Много Чересчур Тут пытается Пак с циклонами Чуть поперестреливаться Ну Надо убежать Да С сталкерами Что пак И пытается Сделать Оракул летит На мейн Сюда К тирану Тут что-то Какими-то Окольными путями Очень долго Это происходит Вообще Не тут Минки нет Можно было бы Наразваливать Короче Прилетает Оракул Начинается Развал кстати Полный Что-то побоялся Пак двух мариков Что бояться Двух мариков Непонятно Мне абсолютно Похоже Минус Оракул Здесь Да Да Нет Ушел Ушел Я думаю Сейчас дропнет Захват Еще кинет Один И все Но он Без энергии Его надо Уводить И ждать А двумя Оракулами Можно было Хорошо Нажарить Там Рабочую Сделать Сделать Блин Блин Будет Выход 32 32 3 24 Парабочим Пак По экономике В абсолютном Плюсе Можно повисеть Оракулам Минучка Подождать Просто Что происходит Ревелэйшн Пошел Подсклон Крэйтер Крэйтер Гляд 2 0 Спасибо За инфу Ну Крэйтер Значит Вышел Точно Как бы Вот С какого места Вопрос Хороший Так А кину Убил Крэйтер Да Да Махуш Крэйтер С первым Уху 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 Так Вот у нас Оракула Ребят Минус Еще КСМ Чарж Чарж Броня Кстати У Пака Делается Плюс Аж 5 Гейтов Он делает К 3 И меньше То есть Будет 8 То есть Это будет Пуш И видимо Одновременно С тем пушем Как это будет Там заказ Нексуса Похоже Происходить Пока что Этого не делается Делается Призма Надо Призму Бустануть Еще здесь Смотрите Сколько энергии Дофига Что мешает Паку Забустив Еще все Здесь Да Ничего не мешает Надо Бустить Броню Обязательно Вот этот Чарж Бустить Вообще Не нужно Сейчас он Уже Доделается Сам Сам По Себе Так Нужны Пилоны Обязательно Так Призма Готова Она Полетела Не знаю Что мешает Паржу Бустануть Не бустит Почему-то Паржу Пак Здесь Еще Варпцы И варпцы Зилота А ведь Броня Может не успеть К атаке Там 24 секунды Еще до брони Так У циклона Получили Ревелэйшн По оракулам Они за ху Отставят Оракулов Прогнал Надо Сейчас брать Короче Оракулов Ребятки Идти Вперед Просто Так Здесь Био Плюс Ай Куда Зилоты Прыгнули На циклонов Сейчас Нелепо Как-то Надо Вообще Было Отвлекаться На этих Двух Трех Юнитов Точнее Я Понятия Не имею Заходит Опять Пак Сюда Зилоты Прыгают Провнутрь Мариков Танк Гигантский Дэмош Наносит Нужно Этот танчик Заминусовать Зилоты Попадают Под раздачу Большую Такую Серьезную Прессуют Пак 5 КСМ От Минус Еще Один Танк На ХГ Здесь Появляется Ну и Станчикам Будет Тяжело Продавить Тирана Ну вот Как-то Пак Затупил Что Поделки Прыгнули На Циклонов Вместо Того Чтобы Там Сдраться С Мариками И Танком Ну и Потерял Возможность Убить Оппонент Совой Теперь И Полимит Проседает И Оракулы Не в бою Были Вообще При Гидроградж Да Все Хорошо Так Стазисные Ловушки Зачем Мести Ставить Не понимаю Только Ловушки Эти Бегу Морс Новая технология Резин готов Брось С дороги Давай Удиви меня Резин готов Так Так Стармы Пакет Слушайте Тут уже Хорошая Контратака От Кина Либераторы Танки Марики Пробиты Стармы Накидываются Конечно Но Все Очень плохо У Пака Ребята Так Ну Учитывая Что в третьей Цехе Нет Шансы Есть Определенные Мне кажется Пару Арконов Будет Что-таки Непонятно То ли Здесь Стоит То ли Уходить Собрался Так Так Ну и Пак Тут Что-то Ждет Тоже Ксим Непонятно Что Делать Что-ли Так Вторая Броня Скоро Будет Довар Зил Здесь И Билл Мало Что Штормить Во время Боя Штормить Видимо А как Во время Боя Шторманешь Фитбэки Кстати На Медиваке Были Фитбэч Не ты Он Какой Он Сладенький Просто Один Фитбэк И минус Медивак С полной Почти Энергией Как бы Фак Что-то Этого Не делает Почему Все В итоге Ну вот Смысл Было Сидеть Столько Время И терпеть Чтоб Потом Так Ж На Аклике Ломануться Если Ты Так Высиживаешь Надо Тогда Просто Через Аклик Вперед Лопать Пытаться Либо Вразмен Ити Просто Не на Что Надеяться Две Вдве Базы Прирост Как-то Небольшой Или Берков Не Законтрить При этом Все Законтрить 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 Так, ну что, 1-1 Кин против пака, ребят Крайняя у нас на сегодня игра В 7.30 У меня поезд, ребят Поэтому я сейчас сразу закругляюсь После этого мне надо домой доехать Посмотреть там кроссовки Не забыл ли я дома, короче Вот, чем я, собственно говоря И займусь сразу сейчас на велик Сяду туда, доеду Про ТС еще проверю Вот Потому что я пытаюсь установить картину Где бы я мог их в Москве забыть И что-то, ну Не припоминаю, когда они исчезли Я зимой у них не ходил все-таки Вот Так, ну что, тут пилон Гейвис Низки в речку Все стенки Так, секундочку, ребят Прикрою дверь Так, что-то КСМ-ка Стрелила в руку здесь Малеха Как себе это получилось Как-то я смотрю Ох, три дема Тут же она их развалила Вообще Так, в адепте делся вообще Ушел еще Просто вот это адепт Пять юнитов уничтожено Этим адептом Дамаженных Ну а что делать Прикиньте Пробкой наперелил Адептом наказал просто Тут аж все С газа зачем-то снял Кинг Кстати Ему газ пока не нужен Ну видимо, ну да У него есть газозапас Небольшой Как бы ему хватает Пока что Ну а здесь блин Плюс два гейта То есть этот Твайлайт в три гейта Все в стенке Робо заказано Вроде как все по уму Пака Вроде как стеночка Хорошая Вроде как все норм Вроде как все норм Так Паржару Бэй То есть это Колосса будет Плюс Грейт какой-то 44 Рестри Не, ну пока У Пака Все нормально У Кина Третья цеха Поперла У Кина Танк Делается Как бы непонятно Когда он Будет переходить Уже С лабо С этой съезжать Или будут Танки подряд Да, подряд Танки пока Что два строятся Лава на бараке Реактор на бараке На Старфорте Еще одна лава Под барак Сейчас Старфорт Прилетит Реактор Будет делать Под себя Где-то Где-то Может здесь Где-то Хватит места Вот сюда Старфор Сядь Сюда реактор Может быть даже И хватит Кстати Ну в этом Я не уверен Третья цеха Стим Очень пассивные Такие билды Я бы сказал Там и там Но Кому-то на руку Наверное Тирану Да не Наверное Точно Учитывая Что как Пак развивается Он рабочих Не строит Сейчас особо Тут он Не уверен Видимо Что третья цеха Если Апсервер То есть Может было Пролететь Посмотреть Поактивнее Боим Действовать Ну плюс Один Крайней мере Гравит Пошел Колоссов Правда Не делается Пока Тут делается Чаш После блинка И плюс Три гейта Будет Гэмпан 47 рабочих Почему Закажи Ты пробок Вот только Сейчас Начинает Строить Пробок Пак Второй базы Может пару Перевести Кстати Ну он Добавил Здание И начал Строительство Рабочих С его стороны Верно С другой стороны Если бы он Строил Пробок Сейчас И добавил Чуть позже Здание То есть Против Тирана Пассивности Это он бы Лучше Намного Выглядел То есть У него Уже Раскачанный Полностью Был бы Видите Тиран Обогнал По рабочим Провал Полный У него Был бы Раскачанный Нексус Третий Он бы Сейчас Добавил Гейтух И сразу Брецы Были бы На четвертый Как бы он Вышел А так Получается Да Продакшн Сейчас Нарастил Но Строит Рабочих По максимуму Продакшн Как это Увеличить То есть Нужно Стабилизаторы Пошли Здесь Какие-то Сверхпоздние Инженерки У Кина Копятся Дестабилизаторы Копятся Сталкера Там Стим Там 1-1 Тут Либератора С рейнджовым Кстати Понятно Что Паку Здесь Не выйти Но Для Кина Решится Сейчас Кстати Что Решится Для Кина Что-нибудь Может Решится Кин уже А Кин Личная Встрет Так Погодите А У Кина Будет 5-3-3-1 У него По картам Хуже Будет Он На втором Месте Будет Он Проиграет А если Выиграет То На первом Соответственно Это Хорошо Ну и Плей-офф Баланс Не стал Три Тирана Три Зерга Два Проц По распределению По расам Идеально Практически Это Хорошо Так Я Атакую С Либераторами У лоб Тяжелее Будут Биться Не с танками Все-таки Дестабилизаторами Что Они Не будут По усу Попадать Будет Позицию Правильно Бил Юнитами Занимать И все Будет Хорошо Так Аж Три Пробки В тылу Ставят Пак Ой Три Три Фотонки Простите Какие пробки Гейтог У него Шея 8 Один Не раскрыт Почему-то После Первой Атаки Делается Первая Броня Не вторая Атака Почему-то Не понимаю Почему Так Есть Варик Сейчас Разбомбить Стенку Смотрите Один Мародер С Мариком Криво Зашли Падают Две Депохи Можно Эти Депохи Бомбить Сейчас И стабилизатор Просто Немерено Здесь Хорошо Минус Танк Пак Делает Прям Прям Вот так Через стенку Пак Собрался Шатать Депоха Еще Одна Минус Ну Если бы Апгрейды Делал Вообще Все Хорошо Убыл Некрас Тут Либератор С ренжом Прилетел Напрягает Старгейт Делает У нас Пак Понимаешь Так Либератор Не даст Одному И дестабилизатор Ушел Отдал Дестабилизаторов Несколько Неприятно Очень было Этого Ой Случайно Саму Тысяч Ой Как прилетает Одиннадцать КСМ Как же Их Разбомбил Это Всех Мародеры Куда-то Идут Мародеры Огребают Пак Очень четко Вот этим Билдом Дестабилизатором Играет Видит Пак Что здесь Заявочки Откина Какие-то Непонятные Идут Тепешится Домой Будет Кабину Здесь Ломать А там Уже Флетбикон Старгейт Плюс Один На воздух Вообще Так Агрессивная Блин Под Либераторов Папер Внутри Вбривает Пак Отогнал Там Марек И мародеров От Своих Сталкеров Темписты Пашли Слушайте Ну Темписты Плюс Этот Микс Это Уже Значительно Лучше Потому Что Будет Чем Соответственно Либераторов Оттеснять Так Сканы Идут А в сервер Кин Не успел Пробрить Уже 12 Часов У Пака Занимает 77 Пробок Добыча Великолепная Вот Инкам Или Инкам Вот В общем 2300 на 2100 Привет Всем Ребята Я Еще Не Выехал И У меня 19 30 Поезд В общем 19 30 Выйду 6 утра Буду В Москве Ну А дальше Пойдем С Илюх Там Дела Сделаем Доеду До него Зайдем Клубешник Конечно Я попытаюсь Ну Точнее Я буду Настраивать Стримы Завтра Будет Плей-офф Данного Турнира И Я Возможно Из клуба Его Застримлю Согласно Плей-офф Бьются Они Как Могут Но Недостаточно Этих Зилотов Соответственно И Че-то Пак Первый Раз Считал Свои Силы По-моему Здесь Очень Серьезно Так Агрессивный Блинк Наверх Пытается Ну Настраивать Плей-офф Субтитры делал Dux Субтитры делал Dux До сих пор у Пака больше лимит Что самое удивительное, чем у Кина Два фидбэка по медивакам Один уничтожен Да вардил это в хороший Темписты с разных сторон Две штучки шмаляют Аркон проявился, объяснил там всем По идее должен Пак отбиваться Медленно Ну у Кина пятая база И слушайте, боевой лимит тоже присутствует Кробок здесь точно много Они погибли Темписты неплохо бомбят Третья броня делается С одной форжи, блин, Паку Расступили Надо по рабочиху установить, что Пак И пытается сделать, кстати Так, на силнаги тут надо минуснуть мародеров Тоже Пак это легко достаточно сделал Надо зайти дестабилизаторами Смотрите, сколько их здесь Они за залп планетарку забреют На самом деле Так, а что, все выстрелили? Я не верю, что все там выстрелили Подожди ты, КД Сделай еще один залп И убей планетарку Что-то Пак тупит, не пойму почему Там штурмовичков миллионы Делываются сейчас, кстати Так Атака пошла Что-то викинги садиться собрались Темписта просирает Куда все полетело Одного забыл Все, сдохло в итоге здесь Ну что? В смысле все, один темпист уничтожен был Ну короче, печаль полная какая-то Планетарка все-таки улетает Здесь это хорошо Боевого лимита больше Третья броня сейчас будет Хорошая залп По пехоте идут со стороны Пака Неужели Кин развалится? Похоже, что Кинда здесь разваливается По чуть-чуть По викингам По всему штуку можно Прилетает Кстати, здесь и лимит Небольшая часть Пака Где у него все остальное? Почему темписты вперед? Почему штурмовики стоят? Если у него телепорт Вообще у меня возникает Вопрос, чтобы уйти-то отсюда Хоть нормально Так, еще два темписта Вторая атака Можно и воздушные Вэлл Бодрейда Делать тогда Архоном, кстати, отсюда Этим не выйти Уже здесь не пройти Им будет тупо Так, ну Пак отступил А дальше-то что? Почему он не соединит армию? Не пойму Знаю, вот это не контролист Ну Зилот спалил выход На самом деле Можно принимать его Шесть Зилот Вот вперед идет Прыгает ими Пак вперед Ну кин раскатил Ну 3-3 Грэйды вообще Так, здесь как-то Как будто дроб готовится Так, плюс 2 здесь делся И опять идет пинута Штермовиков Взяла Где? Где темписты-то на хрена Вообще их строить 7 штук Чтобы они висели И ничего не делали Вот я вот этого не понимаю Если честно Так, здесь очень много Потом он будет Добавляем Есть лимит На до варп Пяти зилков Хотя бы Взяла Поход варп Дилоты под ударом Ну темпистов здесь достаточно Чтобы все развалить Штермовики есть у Пака Но он только пока Лебя этим Бомбит пока что Только Дестабилизатор Темписты все еще здесь висят Ну что мешает их С собой-то взять Еще плюс 4 старгейта Что-то непонятного Ждет Пак Здесь юнитов еще мало Сейчас темпистов Накроют Либераторами Плюс викингами Кин Пак Видит что происходит ТП домой Делает Получается Так Да Пополной Строющей сенсорки Штармы Пошли Хорошие Темписты бомбят Жестко просто Надо штармить Еще раз Викингов Викинги падают Либераторы Тоже сейчас падать Начнут Здесь у нас Дестабилизаторы Против Биу дерутся Вообще В мясо Здесь Пак Разбирает Лимиты Пока Неплохие Здесь медленно-межно Тиран Огребается Сука Либераторов 5 осталось Сейчас их Пробрить Марики Например 12 часов Отдал Вообще Не понимаю Этот Пак Дерется Скверно Ну хорошо Тут залепляет Конечно Этими Дестабилизаторами У нас Пак Но они Сейчас будут Все отданы Просто нам Уверх Хотя Нифига Биу бежит Биу стимлен Сзади Сталкеры Подходят Ой какое Там дамажное 130 на 170 Даже ушли Дестабилизаторы Большая часть Приходят Темписты Приходят Сталкеры Приходят Штормовики Пошли Штормы По викингам Хорошие Викинги Падают Надо убивать Этих Либераторов Здесь И развивать Успех Получается Так Где они Либераторы Вот они Либераторы Можно Тормануть Под них Разочек Гастов Все равно Нет Унитарка Пробит Слушайте Это победа Пака Ну вот как-то Уверенно Он этим стилем Прям катает Как мне нравится Да Здесь Какое ощущение Было Что уже Проиграл Он в какой-то Момент Но в итоге Все-таки Нормально Все стало Появились Гасты Но толпы С них Так На две Группы Разделена Армия Крутцы Что мешает Темпстами Стабильно Выбивать Успех Либераторов Не знаю Начинается Стабильность Один Минус Так И импэйки Пошли А фидбэков Не наблюдаю Я еще Бедный Штормовик Под темп Залез Гаста Одного Прямо Тоже Минус Нуло Викинги Все Новое Новое Строются Получил Я Мп Сюда Не закончишь Как-нибудь Туговно Игру Блин Мне уже Скоро Надо двигаться Они Все Играют Здесь Ну вот Наконец-то Активная фаза Начинается Но, блин, минус темписта, ребята Обойди ты вокруг, посмотрите Просто зайди ты к дипланетарке Нет, действительно, как бы Здесь нечего тирану ловить будет У него даже вижены О, в спину заходят под либераторов сталкеры КСМки просто хлам разваливаются Дестабилизаторы бомбят Гасты минус оба То есть ИМП мы не увидим далее Штормы, дестабилизаторы Сталкеры, всё дофига Есть шторм хоть один, нет шторма, походу Отступает у нас пак Где там доварха, доварха есть Да, есть доварха Опять, кричи, ТП домой пошло 75 на 120 Полимитус 2 10 пробок где-то минус было А где 10 пробок-то минус было Яхазэ, где, короче, там пробки минусовались Ну, достаточно паку принять Просто вот эти какие-то выходы нелепые Как бы и... Так, питбэк кинь ты, ёмано Энергии есть, всё есть Питбэка нет А, там вон пришли пака юниты На орбиталку пишет ГГ кин, ребятки Он, конечно, второе место займёт Из-за поражения против пака, ребят Вот Так, ну что, полшествовавшись, дальше работе закончится Что-то нам не билеты там распечатать Должна, ребятам Всё, закругляюсь Выложу всё это дело сейчас в ютубчик Запись сегодняшнего дня Вот Ну и всё В 19.30 с Москву старт, ребят Увидимся там на турнире уже со мной С многими, я думаю, мы Про поддержку все помните Всё, всем спасибо за внимание Короче, увидимся